Здравствуйте, вы смотрите программу «Секрет успеха», основанную на Библии. Через эту программу мы изучаем один стих в неделю, размышляем над этим стихом, и в конце недели я делюсь своими мыслями. Раньше были люди, которые писали комментарии, но сейчас их меньше. И на этой неделе мы изучали удивительный стих, который записан на 1 Петра 5.8, и также качество, бдительность и беспечность. Сегодня, как вы видите, возможно, немножко необычна наша съемка, даже я не в обычной моей одежде. И вы, возможно, увидите лишних людей, звукомашин или что-то, потому что мы сегодня в лагере Кэмп Эко. И здесь будет проходить лагерь в пятницу, в субботу, в воскресенье. Возможно, вы будете смотреть эфир, если нет, вы можете посмотреть позже видео на Капли Сота, на Ютубе аккаунте, на Фейсбуке и так дальше. А сейчас будем размышлять на этой теме бдительность и беспечность, и потом поразмышляем о стихии. Бдительность, в отличие от беспечности, это упражнение моего физического и духовного восприятия для распознания признаков опасности, из-за которого я могу утратить верное мне Богом. Господь что-то нам уверил в нашей жизни, и есть противник, который хочет отобрать нас то, над чем мы трудимся, то, для чего нам помогает достигать людей ко Христу и преображаться в образ Иисуса Христа. И поэтому мы сегодня поразмышляем, что нам надо беречь в этой жизни, чтобы не утратить эту бдительность и, в конце концов, не утратить то, что доверен нам Господь. Я прочитаю несколько того, что Иисус говорил, и о том, что надо беречь, и немножко позже записано. Но как и на экране, так и не всегда я буду говорить стихи в Библии, чтобы мы будем сокращать как можно больше времени, потому что надо и готовиться, и люди будут ехать, и много будет помех. Поэтому вы можете перейти, у меня на капли соты будет полный конспект, и посмотреть стихи, которые вам, возможно, будет надо по своим желаниям записать для себя и иметь. Но первый записан в Матфея 7,15, часть стиха. Берегитесь лже-пуроку. Слово Божие призывает, Иисус призывает нас, что надо беречь лже-пуроку. Не только тогда, когда, во времена Иисуса, а сегодня. Знаем ли мы их? Бережемся мы одних. Луки 2,1. Берегитесь закваски фарисейские. Бережемся мы ее. Знаем ли мы это, что такое закваска фарисейская? 3 Луки 12,15. Берегитесь любостяжания. Что такое любостяжание? Храним мы себя от любостяжания. Колоссянам 2,8. Смотрите, братья, что вас никто не влек в философские и пустые обольщения. Философию и пустые обольщения. И это надо берешься. Филиппийцам 3,2. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. И последний стих 2 Петра 3,17. Берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников. Вот от чего Библия призывает нас беречься. Также нам надо беречь, или лучше сказать, хранить в нашей жизни наше время. Ефесянам 5,16. Дорожа временем, нам надо беречь время. Второе. Наше здоровье. Третье. Нашу чистоту. Четвертое. Наше общение с Богом. Пятое. Нашу семью и друзей. Шестое. Хорошее имя. И также седьмое. Наши финансы и сбережения. Это все нам надо беречь. И последнее, которое одно из важных, это наши вечные награды. Вокровение 3,11. Все городу скоро, держи, что имеешь, дабы никто не восхитил венца твоего. Вот мы видим, что на самом деле вот этот стих «Третьзвите, сбодствуйте», он очень важен для нас в каждодневной христианской жизни. Потому что у нас есть что беречь, у нас есть что хранить от того, что хочет украсть в нас время и все возможности здоровья. Это дьявол и подданный ему. А сейчас давайте посмотрим краткую паузу. На сайте «Капли Сота» есть рассылка, на которую вы можете подписаться, и каждую неделю вам на почту будут приходить хорошие проповеди, аудиокниги, статьи, а также вопросы и ответы. Мы верим, что этот сайт может стать для вас хорошим источником для духовной пищи. Я хочу ваше внимание обратить к стиху, который мы изучали. «Третьзвитесь, сбодствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкащи лев, ища кого поглотить». Высшее, которое мы прочитали, тексты, которые насколько и почему, что нам надо хранить, оберегать. На основе этого стиха мы создаем, насколько важно и от кого нам надо беречься. Первое слово, что здесь говорится – «трезвитесь». Как я понимаю это слово? Вот если мы увидим нетрезвого человека, насколько этот человек ненадежный ни к чему. Когда я еще жил на Украине, так получилось, что недалеко возле нашего дома лежал нетрезвый человек. Я еще тогда малый парень был, но подошел и шел как раз тогда один член из нашей церкви и говорит – «Ты знаешь этого человека?» Говорю – «Знаю». Он спрашивает – «Ты знаешь, где он живет?» Я отвечаю – «Знает». Он говорит – «Давай мы его доведем к дому». Когда мы шли к дому, его деньги, месячная зарплата выпала с кармана. Он не был трезвый, он не отвечал за свои поступки, за свои финансы. Мы притягнули, привлекли его домой, оставили, передали его жене и сказали, что мы его нашли. Вот подобный нетрезвый человек. Он не отвечает за свои поступки, он не отвечает за свои финансы, он не отвечает за свои здоровые. Он не трезвый. В духовной жизни, когда человек много принимает это различные виды информации, не христианской информации, но информация, которая дает опьянение, которой человек не может здраво мыслить, который человек даже не может отвечать за себя, за свою семью, за свое здоровье, за свои финансы. Это не трезвый человек. Поэтому трезвийтесь, это первое, что для меня означает, это на самом деле подумать, чем я духовно питаюсь. Возможно, я питаюсь то, что мне дает духовное опьянение. И сейчас это различное, особенно через интернет, как мы можем опьянеть. Поэтому я должен трезвиться, это то есть принимать Слово Божие и жить по Слову Божьему. И вот трезвийтесь, что означает быть бдительным, быть рассудительным и быть сдержанным. Вот человек, который трезв. И нам быть бдительным, что мы смотрим, что мы говорим, что мы слушаем. Нам надо быть рассудительным, что нам говорить, что нам слушать, где нам читать, какую информацию нам принимать. И нам надо быть сдержанным в этих областях, которые приходят в наше сознание. Второе. Бодствуйте. Быть настороженным. Бодствовать. Быть насторожным, потому что как лев. И мы видим маленькие звери, которые пытаются и принимают пищу. И они бодствуют, они смотрят, что вокруг происходит, чтобы их не поймали. Вот так я вижу этот текст. Нам надо то, что мы все делаем, смотреть, чтобы мы не были опойманы. И третье слово. Противник. Одно из значений слова противник, это соперник. Каждый из нас видел или играл в футбол. И вот это наша команда, есть наши соперники. И соперники все пытаются сделать нам наоборот. Мы хотим те ворота забыть голо, они пытаются в эти. Все наоборот делают. Мы хотим, чтобы успеть завладеть мячом, забыть голо, а они пытаются сделать все наоборот, нам забыть голо. Вот дьявол, вот наш противник, соперник, он что-то подобное делает. Мы хотим приближиться к Господу, мы хотим попасть на небо, мы хотим больше людей привлечь к тебе сам больше людей рассказать о боге а он делает все наоборот меньше а то бы отвести нас от господа и все и он это пытается делать и он что делать здесь ходит для нас это понятное слово ходит он везде он не спит не сидит он ходит и ища кого поглотить как дальше мы видим он дальше ходит как рыкающий лев он подобный льву он рыкает ревьет хочет нас испугать хочет чтобы мы испугались и не думали о господи не думали о том что господь нас повелел делать а были испуганы и не знали что нам делать куда нам деться и возможно отошли от господа возможно не пребывали в слове возможно не молились возможно не посвящали служение или не благовествовали он хочет нас испугать и дальше слово божье говорит он не только ходит а он ищет мы знаем что когда мы ищем что-то мы можем найти даже то что спрятаны то есть если мы прячемся от сатаны прячемся от тех мест например мирские занятий мирских местом где люди развлекаются виду дни христианский образ жизни и даже если мы там не находимся а прячемся от этого он все равно ищет нас где мы есть и хочет нас поглостить что такое поглотить это на этой неделе я слушал одну проповедь и там был прочитан текст когда иисус говорит о всеманском саду и могли бы побостровать со мной один час и для меня удивительным мысль прошла могу ли я можете ли вы бодрствовать с господом хоть один час в день я понимаю что это много кажется и для меня сейчас это много кажется но я думаю что иисус намекает нам сегодня чтобы мы бодрствовали чтобы мы были бдительным что мы были с господом хоть один час ученики это не смогли сожалению я сегодня подобный на тех учеников которые были тогда но мы видим что ученики потом изменились а и дал бы господь что мы тоже изменились а и мы могли год бодрствовать господом течение слова божьем молитве и так дальше и сейчас предлагаю послушать краткую паузу о твердыне на этой неделе мы будем работать над твердыни которая называется равнодушие и качеством сострадания я думаю нам всем необходимо это качество но я все же хочу уделить время еще немножко о физическим чувством соответственно с духовным чувством которые нас есть например нас есть зрение но также нас есть духовное зрение над которым мы должны его охранять салтыр 18 118 18 открой очи мои мы должны просить чтобы господь открывал очи мои наш слух духовный слух евреям 5 11 вы сделаете неспособным и слушать есть такая проблема что люди становятся неспособными слушать курс а псалтыр 33 9 вкусить увидите как благо господь на должно это быть качество это вкус кушать господа и слово божие осознание 1 иоанна 11 что а связали рукам руки наши условия жизни и это надо нам оберегать это за связание и последнее обаяние 2 коринфянам 2 16 для одних запах смертоносный на смерть а для других запах живительный на жизнь и как бы хотелось бы хотелось что это слово боже был и запах живительный на жизнь каждый раз когда мы прикасаемся слою божи как каждый раз когда мы слышим то опять чтобы нас вот этот глаза просвещались уши становились способны слушать запах вот это мы был приятен для нас слова божи как когда мы голодный запах пищи который приходит нас чтобы это все было у нас по-христиански открытым трезвым и сейчас предлагаю послушать тех которые мы будем изучать на этой неделе сострадательность не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство напротив благословляйте знаю что вы к тому призваны чтобы наследовать благословение первое послание петра 3 глава 9 стих этот стих как вы видите тоже записано 1 петра и не воздавать зло за злом нам надо но она наоборот делать что-то хорошее чтобы наследовать благословение каждый хочет получить благословение изучаем ника им пропитываемся этом стихом чтобы действительно нашей жизни мы получали эти благословения как здесь на земле так и вечности а сейчас предлагаю просмотреть видео которое называется проверьте свое сердце и там очень хорошие вопросы которые важны для нашей жизни которые помогут нам возрастать в этих качествах с господом проверьте свое сердце молюсь ли я о духовных нуждах других людей о ком я молюсь молюсь ли я о спасении начальствующих о каких деятелях в царстве божьем я мог бы молиться молюсь ли я о том чтобы господь соделал меня благовестником молюсь ли я о ком-то кто готовится стать служителем евангелия молюсь ли я о единстве делателем что может помочь мне лучше свидетельствовать окружающего христа а